Атрей теперь второй главный герой серии. Официально. Он отправляется в Мидгард вместе с Синдри. По словам Гнома, там все так же тусят змей Йормангант, сын Локи, и Фрея, которая поклялась отомстить и Кратосу, и Атрею за убийство Бальдора. Так что идея боя выследить ее и попробовать зарыбовать на свою сторону выглядит не очень. И знаете что? Атрей быстр, ловок, прыток и крайне крут в боевке. Блок магии, лук для рукопашки и дальних атак, классные особые приемы и его замена кувырка – все это шедевр. Атрей двигается как его батя в греческих частях в плане скорости. Еще один аргумент в пользу того, что разработчики специально замедляют Кратоса со времен первой скандинавской части. Именно таким он должен быть и тут, каким выглядит Атрей. Но, допустим, это сделано не только с точки зрения геймплея. Будем думать, что Кратос банально постарел внутренне и не хочет так быстро двигаться, как раньше. Но что точно не укладывается в голове, так это то, что Атрей реально думает переубедить Фрею и носит на себе при этом наконечник той самой стрелы, что сделала Бальдра уязвимым и позволила Кратосу свернуть тому шею. Я поистине наслаждаюсь боевкой Атрея. Дело даже не в комбинациях, он реально двигается так, как ты хотел бы, чтобы двигался персонаж в слэшере. Потому что, будем честны, скандинавский God of War нехило так уходит в сторону стандартных сюжетных игр Sony, где камера от третьего лица, компаньоны, относительно прямо линейное развитие сюжета, но полуоткрытый мир, в котором есть и разные побочные задания. Это формула Человека, Паука, Хорайзена и многих других игр, которые более чем заметны и тут. Но Атрей, на мой взгляд, это как раз попытка усладить таких фанатов серии, как я, которые хотят именно мощный геймплей, насыщенные сражения, и готовы ради этого пожертвовать побочками и полуоткрытым миром, проходя все линейно. В общем, тех, кто помнит и любит греческие части Vodafone. Сначала Атрей и Синдри доходят до Йормунганда. Синдри доходят до Йормунганда. Он вроде и говорит что-то Локи, но кто-то не понимает, о каком мире идет речь. Змей, выдержав драматическую паузу, уходит обратно тусить по замерзшему Мидгарду. Атрей же теперь полон решимости идти к Фрейю, и никакому гному, пусть и хорошему другу, его не переубедить. Круто, что в игре не забывают показать влияние битвы Крация и Тора. Ни то молния, ни то древо появилось из небес прямо на землю, в месте, где столкнулись два воина и их орудия, равные по силе. Мьёльнир и Левиафан. Атрей доходит до Фрея и... О, сюрприз, она была в курсе его планов и застала нашего боя врасплох. Переговоры особой силы не имеют. Но играет свою роль нерешительность Фреи. Она всё-таки не из тех, кто готов убивать детей, пусть и причастна к смерти её любимого сына. Поэтому она всё-таки выслушивает Локи. И тот не может остановиться, растрепав ей всё, что знает и думает. И про пророчество, и про своё имя, которое дала мать. Да, раньше Фрей не знал, что он Локи и великан. И про возможность проходить между мирами. Фрей ведь до сих пор не может покинуть Мингард из-за заклятия Одина. В общем, парню бы остановиться. Тем временем Атрей предлагает объединиться против Одина. Но определённо вообще не понимает, что в голове у Фреи совсем другие мысли и тревоги. Тадж выривает боя куда подальше и предупреждает уже в который раз. Вали, пока не поздно. Чувствуется, что к Крацу она не испытывает никакой жалости. И будет готова попытаться убить его снова, как только встретит. Локи, или Лоук, или Трей, и всё это новые никнеймы от Синдри. В общем, Атрей идёт обратно к порталу, чтобы поскорее успеть вернуться в Дом Гномов. Пока отец не пронюхал его исчезновение. Я верю в их знамение. Я верю в их знамение. И это самое близкое, чтобы услышать от них. Ты уверен, что джайцы не будут консультировать войну? Я сказал, что они умные. И в моей испытаниях это происходит, чтобы быть спокойным. О, маленький брат! Я сказал, что мы не нужны. Атрей, где ты был? Пи? Ведь наверняка у спартанца и обоняние, ого-го. А может и нет, ведь похлёбка Брока ему зашла на ура. В отличие от Тюра. Тут выясняется, что в это время Тюр, Мимир и Кратос смогли многое обсудить. И выяснили, куда они вместе отправятся теперь. Альфхейм? Мир эльфов? Надеюсь, мы там не задержимся, потому что сражения с эльфами в прошлой части были моей личной болью. С другой стороны, вдруг светлые эльфы окажутся более благоразумными и не нападут на нас. Кого я обманываю? Субтитры сделал DimaTorzok